Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени мы с вами разбираем события минувшей торговой сессии, анализируем, как они повлияли на финансовые инструменты, которыми нам приходится спекулировать изо дня в день. Ну и, конечно же, смотрим на те отчеты, которые должны еще быть публикованы. Отчеты, которые должны состояться, и стараемся спрогнозировать с максимальной долей вероятности, с акцентом на долгосрочную перспективу, как это изменит и повлияет на общие, сложившиеся на площадках тенденции. Друзья, сегодняшний день явно не блещет событиями, хотя мы изначально с вами ориентировались на несколько крутых инфоповодов этой недели и не разменивались на чепуху. Но все-таки стоит обратить внимание сегодня на выступление Питера Прата, это главный экономист Европейского Центрального Банка и один из самых верных союзников Драги. Кстати, когда мы сегодня с вами начнем говорить о том, что произошло с европейской валютой против доллара, нам придется, конечно же, сделать отсылку на вчерашнее выступление Драги, которое, на мой взгляд, дало определенную поддержку для продавцов, потому что Драги вновь говорил о перспективах инфляции и того, что в связи с этим будет происходить с ключевым параметром на политике, это, собственно, с процентными ставками. Ну, об этом мы, конечно же, поговорим. Что касается Питера Прата, то, как правило, его риторика полностью совпадает с риторикой Драги. И, соответственно, если вас устраивает идея, друзья, слабости европейской валюты с акцентом на то, что этой слабости должна соответствовать пока что все еще мягкая экономическая политика и очевидный контраст с политикой Федрезерва, я думаю, что сегодня можно получить поддержку для этой короткой идеи. Замыкать день будет отчет в 23.30. Это АПИ, Американского института нефти. Это статистика по запасам нефти. Это традиционная репетиция перед выходом официальных данных, которые мы с вами разбираем и анализируем в среду. Но поскольку в последние недели эти отчеты не очень-то и коррелируют между собой, я все-таки только лишь из праздного интереса предлагаю вам сегодня обратить внимание на этот релиз, но все равно большую ставку, гораздо большую ставку, лучше делать изначально на запасы официальные данные от Министерства энергетики США, администрации энергетической информации, которые у нас выйдут завтра в 17.30 по московскому времени. И с учетом того ралли, который сейчас развивается на рынке углеводородов, конечно же, этот отчет должен вмешаться в происходящее. И будем надеяться, должен охладить, остудить пыл покупателей, которые уже ввиду развивающегося бычьего ралли, какой только уровень себе не прочь на перспективу ближайших месяцев, начиная от 100 и заканчивая там 150 долларами за баррель. Но любой уровень, конечно же, можно обозначить, если этот уровень не соотносится с реальной и фундаментальной картиной. Мы же все-таки стараемся исходить из более охлажденных ожиданий, полностью скорректированных на тот новостной фон, который нам приходится разбирать. Давайте поговорим теперь о нефти. Клоус вчерашнего дня 80-74, сейчас актив торгуется примерно на сопоставимых значениях. То есть вчера после пробоя психологического сопротивления 80 долларов за баррель, можем назвать пробой успешным, бренд коснулся максимума за последние 4 года. И, конечно же, ралли, которое легло в основу вот этого восходящего движения, полностью опирается на итоги встречи технического комитета ОПЕК+. Встреча, которая состоялась в минувшие выходные в Алжире. Ставку, которую делали продавцы, надежды, которые они вынашивали перед этой встречей, увидеть все-таки распродажи из-за тех решений, которые должны были быть приняты. Эти надежды пока не увенчались успехом. Здесь ключевое слово, друзья, ОПЕК. По итогам встречи, к, я думаю, удивлению многих технических комитет и участвующие в этой сделке, в этой встрече страны, так и не подняли вопрос об увеличении нефтедобычи. Собственно, как раньше был определен лимит роста производства на 1 миллион баррелей, так этот лимит пока что и выдерживается. Совершенно непонятно были заявления о том, что в 2019 году страны могут вернуться к ограничению производства. Непонятно, я думаю, вы знаете, с чем связано такое и понимаете, с чем связаны такие нелогичные выводы, которые и заявления мы слышали от представителей ближневосточного картеля. Отсутствие логики здесь объясняется тем, что буквально ранее Саудовская Аравия, собственно, призывала страны, которые могут и имеют свободные производственные мощности, прямо сейчас уже увеличивать показатели нефтедобычи, потому что страны ОПЕК должны следить за балансом на рынке черного золота. Если есть риск нехватки приложения, а он есть, исходя из падения производства в Венесуэле и будущих сокращениях добычи в Иране из-за финансово-экономических санкций, которые будут распространяться на энергетический сектор, собственно, Ирана со стороны США, недопоставки могут составить от 2 до 3 миллионов баррелей в сутки. Хотя я думаю, что максимум как раз нужно и допускать всего лишь около 2 миллионов. Поэтому расчет на то, что технический комитет должен все-таки принять решение другое и уже сейчас создать для себя вот такие правовые рамки уже согласованного решения, принять позицию того, что добычу нужно увеличивать и в итоге не получить это решение вызывает много вопросов. Сейчас ответов, друзья, конечно же нет, но кроме как мы вчера с вами решили, это явные, наглые и откровенные манипуляции курсом и теми тенденциями, которые сейчас на рынке черного золота происходят. Процент исполнения договоренности, как вы знаете, не соответствует заявленному тому, который должен быть на текущий момент. Вместо 100% он превышает больше, чем 120%. Вчера мы, кстати, сделали вывод о том, что основная причина связана с тем, что спрос на глобальном рынке не хватает, потому что если бы спрос на нефть был и этот дополнительный объем поставок удавалось бы реализовать, я думаю, что и страны ближневосточного картеля были бы более разговорчивыми и, соответственно, приняли бы решение, то, которое должны были принять. Но в итоге работаем, друзья, с тем, что сейчас приходится анализировать и с тем, с чем приходится работать. В целом, отсутствие логичной реакции не значит то, что она не последует позже. Тем более, опять же, с учетом теста психологической планки, на которой мы сейчас находимся, 80 долларов за баррель, я возлагаю большие надежды на Трампа, который явно не заинтересован в высоких ценах на нефть. Все очень просто. Чем дороже нефть, тем дороже нефтепродукты. Потребители крайне чувствительны к тому, что происходит на внутреннем рынке энергосырья, в случае роста цен на бензин, на дизельное топливо, в целом на нефтепродукты. И недовольство потребителей сейчас это удар по, не без того, высоким репутационным очкам, собственно, рейтингу очкам Трампа в связи с предстоящими промежуточными выборами в США. Поэтому Трамп будет сейчас делать все возможное, чтобы, безусловно, повлиять на цену на нефть. У него есть для этого ресурсы, у него есть для этого рычаги. На прошлой неделе одного лишь заявления о том, что нужно разбивать котировки, вы нагло манипулируете ценами. Этого было достаточно, чтобы, собственно, охладить ту ралли, которая была. Поэтому если Трамп в ближайшие дни снова отличится, собственно, чьим твинтом, мы можем получить те распродажи, которые нам бы хотелось сейчас видеть. Поэтому стараемся, друзья, нащупать тот уровень, с которого можно было бы как раз снять вот эти сливки коррекции и как следует заработать. Сейчас это может быть уровень 81.40. Вот на этой планке предлагаю размещать отложку и рассчитывать, собственно, на дальнейшее снижение. Рубль 65.84, собственно, поддерживает рубль рост цен на нефть, ну и налоговый период. Кстати, сегодня практически пик платежей, путем конверсионных операций повысит спрос на рублевую ликвидность, примерно на 1 триллион рублей. Сегодня ожидается исполнение налоговых обязательств. Это последние дни, опять же, фундаментальной поддержки для рубля. Мы уже готовы, собственно, активно продавать рубль против конкурентов евро и доллара. И надеюсь, друзья, что вы придерживаетесь такой же позиции, потому что рынок действительно подарил возможность сделать очередную ставку на еще большую девальвацию рубля. Это тем, кто раньше проморгал и упустил эти возможности. Сейчас, конечно же, их упускать более нельзя. Я считаю, что до конца этого года мы как минимум в район 72-75 по паре доллар-рубль еще с вами уйдем. Соответственно, с текущих значений вы понимаете, что это потенциал прибыли больше 10%. Евро против доллара, клость вчерашнего дня 1,1746. Сделку предлагают селстоп с уровня 1,1720. Поймать, опять же, на коррекции европейскую валюту. В частности, в начале брифинга я отметил, что на настроение трейдеров вчера повлияли комментарии Драги, который выступал в парламенте о перспективах денежно-кредитной политики. Много говорил о прогнозах по инфляции. И, в частности, самое интересное, что, на мой взгляд, нужно было уловить, рост будет оставаться сдержанным и восстановление инфляции прежде всего зависит от стойкости низких процентных ставок. Вот, опять же, сегодня во многих заметках, которые посвящены вчерашнему выступлению Драги, вот таких, скажем, отсылок на эти заявления не было. Но, на мой взгляд, это одно из самых важных заявлений, которое было сделано господином Драги в ходе его вчерашнего выступления. По перспективам денежно-кредитной политики пока что все по планам. С октября программу количественного смягчения сворачивают до 15 миллиардов и, собственно, планируют окончательно выйти из нее в конце этого года, а потом уже решать, что будет с процентными ставками. Друзья, я думаю, что те из вас, кто все-таки настраивается на изменение денежно-кредитной политики, без того знают, что повышение процентной ставки, в лучшем случае, если и произойдет, это поздняя осень или даже уже зима 2019 года. Соответственно, поскольку сейчас, снова цитируя Драги, нет четких оснований говорить о сохранении высоких инфляционных ожиданий, я думаю, что эти планы впоследствии будут корректироваться. В конце этой недели у нас очередной отчет по инфляции в еврозоне. Последим за базовым значением. В прошлый раз индекс потребительских цен базовый снился с 1,1% до 1% при сохранении вот этой негативной тенденции. Я думаю, что все будет долгосрочно ясно с европейской валютой, особенно в свете того, что мы еще параллельно с вами готовимся отыгрывать решение Федрезерва по росту процентных ставок. Вчера вышел отчет еще по бизнес-оптимизму от ИФА 103.7 со 103.8, то есть спад. Я думаю, что вопросов к этому релизу не должно быть. Все в пределах разумного, в рамках ожиданий, на фоне тех данных, которые мы разбираем с вами в последнем месяце, на фоне рисков торгового характера, в том числе и для еврозоны, конечно же настроение бизнесменов портится. Дальше у нас объективные, более авторитетные и влиятельные цифры от ЗЮМ. Я думаю, что и там тоже тенденция будет не самая радужная. Европейская валюта сейчас в прямом смысле не на чем расти, особенно в свете уже от последнего негатива по Брекзиту, который становится все более и более очевидным. Раньше евро как раз и ролировал на положительных новостях, связанных с процессом выхода Англии из состава Европейского Союза. Фунт также рос, но в пятницу все радикальным образом изменилось. Сегодня, кстати, на азиатской сессии, после небольшого роста, который был показан британцам накануне, мы снова увидим распродажи. Эти распродажи будут по принципу цепной реакции подхватываться еще и главным валютным риском. Но также при всем уважении к теме Брекзита, сейчас рынок живет итогами двухдневного заседания Финдрезерва. Они будут подведены завтра. Поэтому я считаю, что трейдеры сейчас не будут торопиться с какими-то опрометчивыми решениями. Вряд ли мы увидим какую-то мощную динамику, потому что очень важно сейчас трижды подумать, как торговать рисковыми инструментами и долларом. И, соответственно, дождаться непосредственно самого заседания Финдрезерва, услышать конечные решения, прогнозы и уже действовать после этого, зная, что в целом можно ожидать от евро в связи с определенной динамикой доллара. Ну, по доллару я думаю, что всем все ясно. Друзья, мы традиционно торгуем парой доллар-японская иена. Я рекомендую пока все-таки быть в ожидательной позиции сторонними наблюдателями того, что происходит на рынке данной валютной пары. Если вы все же покупали доллар раньше, с рекомендацией, которым уже много-много месяцев нужно держать, потому что доллар активно сопротивляется всем рискам геополитического характера. Вчера, кстати, вступили в силу взаимные импортные тарифы США и Китай. И, собственно, как и следовало ожидать, поскольку Китай ответил, США шли для себя необходимым снова сделать заявление о том, что раз Китай не прислушивается к позиции Штатов и вместо того, чтобы искать возможности для определения торговых разногласий, обостряет и усугубляет ситуацию, хотя кто еще и обостряет, между прочим, вновь было принято решение уже инициировать возможность введения дополнительных тарифов, которые, как вы помните, должны уже начать распространяться на оставшуюся часть китайского импорта. То есть под новыми тарифными барьерами окажется весь китайский импорт, то есть 5% всего торгового мирового оборота. Это решение, которое мы, скорее всего, услышим от Трампа, администрации Трампа, американского президента в перспективе ближайших двух месяцев, но к этому нужно сразу готовиться. Пока не ясно, как, в конце концов, отреагирует на тотальный, скажем, тарифный барьер в отношении китайского импорта со стороны США мировая экономика, но я думаю, что не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы не понимать риски, которые должны все-таки проявиться, в том числе по принципу такого бумеранга и для США. Но говорить мы об этом с вами уже, друзья, будем чуть позже, потому что нужно время, чтобы оценить эти последствия в моменте. Такие решения не принимаются. Мы более детально уже с цифрами, скорее всего, как следствие вот этой торговой войны, поработаем, в лучшем случае, к концу этого года. Пока что давайте сосредоточимся на более таком приземленном фундаменте, который связан с монетарными политиками и тем, как эти политики влияют на курсы валют. По британцу, надеюсь, вы не попали в ловушку из выточных бычьих ожиданий, несмотря на ряд положительных заявлений чиновников о Брэкзита на прошлой неделе, ждали официальную позицию Англии по тому, действительно ли удалось достигнуть прогресса, либо нет. И все-таки дождались, поскольку в пятницу по возвращению, собственно, с Хасамита Тереза Мэй, премьер-министра Англии, признала тот факт, что Европейский Союз отверг все предложения, которые были сделаны, и фактически Европейский Союз загнал все переговоры снова в очередной тупик. И после того, как стало ясно, что еще один месяц был потерян, снова возникают вопросы доверия и легитимности, собственно, в отношении Терезы Мэй, снова могут даже быть подняты вопросы о возможности еще одного референдума. Но это так, чтобы, скажем, может быть, обострить такое спекулятивное восприятие тем, что происходит на рынке британской валюты. Ну, я думаю, что волатильность фунта, она и без того уже доказывает тот факт, что напряженность растет. Британскую валюту скидывают, потому что все меньше и меньше трейдеров, инвесторов и даже чиновников верят в том, что Англии все же удастся сохранить доступ к рынку ЕС. Я думаю, что не удастся, поэтому я прочь фунту не самое завидное будущее. Помните, как говорил Карни, что если выход будет все-таки по жесткому сценарию, то для Англии это будет удар похлеще удара финансово-экономического кризиса 2008 года с потенциалом потери экономического роста больше, чем 0,5%. Ну, если реализовать такой сценарий, то быть фунту против доллара примерно на отметке 1,10-1,15, друзья. Конечно же, это еще очень далеко до этих уровней, но, тем не менее, к негативу распродажам, я думаю, что уже давно было пора приготовиться. И в пятницу мы убедились в том, что фунт остается под ударом. Все-таки сохраняем короткую позицию. Доллар канадец 1,29,61. Я задаюсь большим вопросом, почему же все-таки канадец сейчас не растет против доллара, тогда, когда цены на нефть находятся на многолетних максимумах. Ответа, друзья, у меня по-прежнему нет. Даже нельзя связать слабости канадца с переговорами по нафту, потому что, как таковых, новостей нет. Но я думаю, что с учетом важности таких политических событий, отсутствие новостей – это не так уж и плохо. Может быть, трейдеры ждут темпа экономического роста в ООП в пятницу, которые должны подогреть интерес к идее роста процентных ставок. Но это тоже с натяжкой, скажем, предположения. Я пока все-таки предлагаю вам допустить возможность временного влага в правильной реакции канадцам, потому что канадец должен отработать такие высокие цены на нефть. Да и плюс ко всему, хочу сразу же отметить вам, друзья, что те же самые конфликтные отношения с Китаем, конечно же, это негатив и для Китая, и для США. Но это не значит то, что в мире нет тех регионов и стран, которые от этого конфликта ничего не выиграют. И я считаю, что если конфликт все-таки перейдет в эту точку невозврата, хотя я думаю, что, наверное, уже этот уровень, эта точка была пройдена, возможно, будут созданы возможности для улучшения торгового баланса в ближайших стратегических партнеров США. А среди них, конечно же, Мексика и, собственно, Канада. Поэтому я не теряю надежду, что Штаты, скажем, наигравшиеся в торговую войну с Китаем, все-таки займут более миролюбивую позицию в отношении будущих торговых соглашений североамериканского торгового альянса НАТО. И я жду, когда на рынок вот придут позитивные новости, так необходимые для роста канадца. Собственно, все это, друзья, подтверждает идею того, что по доллару канадцу нужно сохранять короткую позицию. Ну, по крайней мере, я именно это и делаю. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Увидимся мы с вами завтра, как и всегда, в 9.30 по московскому времени. Будем снова разбирать события, которые случатся, произойдут на финансовых рынках в рамках текущего торгового дня. Завтра у нас среда, значит, мы будем говорить о заседании Федрезеровой. И снова уделим большее внимание именно перспективам доллара. На этом все. Всего доброго. До свидания.